приветствую вас дорогие друзья вы на канале taro angel planet и сегодня у нас расклад который называется путь к мечте какая у тебя мечта и какая у тебя цель сосредоточься загадай желание подумай сейчас о ней с визуализируя ее как она должна проходить как она должна прийти в твою жизнь через что хотя бы хотя бы хоть какую-то возможность да и если ты не знаешь как то хотя бы тогда сфокусируйся на том что это сфокусируйся на том о чем речь что это за мечта и не забудь конечно же подписаться поставить лайк и в комментариях написать какую колоду ты выбрал или выбрала и сейчас мы будем на выбирать колоды первая колода это колода таро ангелов вторая колода это колода оракула полнолуние и третья колода колода не кроме кон черный гримуар посмотрим на трех колодах о твоей мечте выбирай колоду пиши в комментариях какой номер чтобы меня не потерять обязательно подпишись и смотрим дальше давайте смотрим первую колоду таро ангелов посмотрим какая у тебя цель да и что у тебя это за цель это цель в которую ты веришь это цель которая как ты думаешь принесет тебе очень много энергии эта цель которая изменит твою жизнь эта цель которая вот прямо я бы сказала нужно тебе как вот вера в лучшие вера в бога вера в то что все будет хорошо в твоей жизни собственно ангелы вам говорят да хорошо цель такая верующий доверьте у нее нету границ нету какой-то определенности нету какой-то ограниченности по времени и это цель существует во времени и в пространстве сама по себе она может быть может не быть может реализоваться может нет это вот просто как свет святая святая вера слепая да что вот ну пусть она будет ну пусть будет так а ну пожалуйста но очень надо и это вот ваша цель для тех кто выбрал колоду номер один и где сейчас вы находитесь а сейчас вы находитесь прямо таки ум подножия с одной стороны с другой стороны у подножия до этой горы куда вы собираетесь идти на другой стороны еще много гор осталось за спинами за вашими много вы преодолели вам тут только просить помощи всевышнего действительно и цель такая вере и цель того что помимо того что вы верите эта цель к тому чтобы идти дальше это это тот момент что вы можете тут попросить попросить у всевышнего об этой цели так как вы верите по вере каждому воздается так как вы уже много прошли и теперь тот период когда уже ну можно попросить и сейчас вы просите сейчас вы просите давайте посмотрим препятствия на пути препятствия на вашем пути это время она очень быстро течет очень быстро изменяется не можете сосредоточиться сфокусироваться и понять что же где и когда именно поэтому цель точно и четко не конструктивно не сформирована поэтому приходится просить высшие силы поэтому время которое быстро эти что-то изменяется настолько все меняется вы не знаете как она и где и произойдет вообще непонятно то есть это вот ну время да иногда но наш враг иногда наш друг как в поговорке самое ужасное это ждать и догонять потому что когда догоняешь времени не хватает и догнать цель вы сейчас мечту с вами не можете и не можете что называется уже ждете давно да уже надоело вот так вот ждать но ничего не происходит и как вы будете преодолевать препятствия опять ожиданием время сейчас неподходящее время может быть вам уже высшие силы обозначили но единственное что вы можете сейчас сделать это ждать единственное что можете делать это принимать принимать то как оно есть потому что время настолько вот меняется быстро сильно изменяется стремительно изменяется что в принципе вселенная сама не может тут стабилизировать не может скажем так сделать встречу чтобы произошла встреча вас и вашей мечты в одном месте в одном времени в одних рамках событий не может может только говорит ждите мечту ведем вам навстречу ждите пожалуйста все что вы могли бы сделали остальное только ждать и давайте посмотрим мудрость этого пути это конечно же компромиссы приходится идти на них все что дает вселенная всевышний все что дает высшие силы ну тут все равно вам и путь и совет это компромисс это согласие это все равно быть в принятии того как есть это мало того что в ожидании ну просто ну куда деваться куда сейчас некуда вариантов других нету вы хотите именно так именно эту и она у вас мечта то поверь и именно поэтому вам ангелы говорят что тут компромисс соглашайтесь да будьте в принятии уравновешиваете где-то вы можете согласиться где-то нет там где не можете согласиться с тем что есть вокруг вас уравновешиваете и ищите те пути где вы можете согласиться чтобы был баланс чтобы не было перекоса чтобы не было перекоса не в желаниях не в результатах и и тут я бы сказала есть еще корректировка мечты корректировка цели когда пойдете на компромисс это о том чтобы если вы хотите что все быстрее произошло ну чем-то придется пренебречь или как-то по-другому придумать как это должно выглядеть может быть не так как вы хотели ну вот с чем-то придется согласиться идти на компромисс тут вот мудрость вам пути идти на компромисс это вам совет до путешествия к цели к мечте от первой колоды от второго ангелов и давайте посмотрим что же у нас на оракуле полнолуние что у нас тут путешествие к мечте сосредоточься загадай мечту свою подумай о ней подумай чего бы ты хотела ли хотела чего ты хочешь на самом деле цели ли это или мечта давай посмотрим цель дело или отношений какая она у тебя она у тебя все-таки с трудностями и это все равно что вот нацелиться на покорение эвереста это нужна подготовка это для того чтобы силы были нужны силы это о том чтобы набраться этих сил это нужна тренировка карта говорит о том что вы вознамерились взять вершину карта говорит о том что это грандиозные большие планы на один день гору не перейти и не срубить она будет стоять на вашем пути это могут быть карьерные моменты моменты в отношениях ваши отношения сейчас это трудности да если на отношения запроса на цель на мечту или для встречи чтобы встретить кого-то для жизни для судьбы ну тут стоят преграды стоят преграды которые надо преодолевать и снова на пути истина и снова я пройти должна или должен в зависимости от того кто смотрит сейчас и загадывает а вот этот данный момент цели давай посмотрим где вы сейчас находитесь находитесь бездействием потому что действительно как же подступиться к такой великой цели что карьера что отношения чтобы кого-то встретить на самом деле это же вот ну такая для вас проблема сейчас кажется большой у всего есть у всей проблемы есть год времени это такая мудрость дня то есть спустя год вы будете по-другому на это смотреть вам они будет казаться это горой будет казаться это холмом а сейчас это прямо гора скала прямо вершину надо взять и конечно же вы не знаете как ее взять там сейчас вы находитесь и находитесь в том состоянии что мы даже не знаете что делать даже первого шага нету цели планета грандиозные бездействие в зажатом состоянии да еще и боитесь что ошибетесь то есть делаете что-то не так что-то не то вся жизнь поставлена на кон как будто у вас как будто прям произойдет что-то такое сильно страшное что вы потеряете все свою жизнь и не будете знать как дальше жить при этом хотите эту цель хотите эту мечту да но не знаете как дальше жить тут я бы сказала совет карт кто он не рискует тот не пьет шампанского не ошибается тот ничего не делает жизнь она тоже быстротечно да как в первом раскладе мы смотрели время может нам как помочь так и наоборот отбросить нас назад по ощущению скоротечности и долготечности так и тут так и тут вы думаете что все что-то страшное произойдет как жить вы не знаете но в то же время пока вы сидите ничего не делаете время то идет и время бежит давай посмотрим на препятствие на пути к цели ну на самом деле препятствие это тупиковая ситуация сейчас надо значит выбирать другой путь не туда значит идете потому что идет тупик идет перекрытие дороги сейчас данном направлении и сидеть бездействовать это тоже тупиковая ситуация если вы видите что перед вами не одно препятствие а несколько которые надо преодолеть то вот тогда слона едет по частям значит по очереди преодолеваем не стремитесь сразу все преодолеть хотя бы маленький шаг в день но делайте гора до тяжелая цель тяжелая мечта большая преодоление может быть жестким а может быть и мягким зависимости от того как выберите и куда пойдете состоять на тупике и ждать пока отремонтирует вам проложат дорожку бессмысленно тогда люди будут впереди вас другие тот кто этот путь проходил это только ваш путь больше ничей и как же преодолеть вам это препятствие давай посмотрим преодоление препятствий идет через друзей через верных друзей союзников соратников через партнерство через ощущение через те моменты которыми вы можете поделиться вы можете посоветоваться это идет дружба преодоление этих препятствий это как минимум обсуждения минимум донести информацию до тех людей кто вас поймет понимающие люди обязательно что-нибудь подскажут пусть даже и негативные они могут подсказать не всегда позитивная да все-таки в некотором роде люди особенно дружественно настроенные могут и манипулятивный характер иметь в вашу сторону в вашем отношении потому что им иногда выгодно чтобы себя вели именно так и так ага куда это он собрался у меня тут мячик футбольный обещал на следующей неделе но утрированно да куда это он собрался нет пусть он пока не вот туда не ходит хотя вот человек даже без задней мысли может о своей мечте рассказывать что куда-то уехать хочет а вдруг ему да нет не езжай давай-ка через недельку ты мне мячик как раз отдашь думает про себя примерно это только утрированно это все-таки разговоры о том чтобы вы понимали друг друга вот с вашими друзьями и партнерами с кем вы может быть открыто откровенно об этом побеседовать и давайте посмотрим мудрость до этого пути какая мудрость пути это дом очаг ваша семья тут конечно я могу сказать что вы не одиноки может быть вы не знаете куда и как идти но у вас есть поддержка есть друзья и сотрудники и соратники и люди которые вас поддерживают есть ваша семья есть дом дом тоже стоит устойчиво но и скала устойчиво тут еще совет такой что может быть вам стоит еще поразмышлять и дома поразмыслить туда куда вы собрались мало того что сейчас не лежит путь может быть попозже ляжет так еще надо еще раз все обдумать может быть и дома комфортно пока отпустите этот момент пустите пусть все произойдет так как должно произойти высшим силам поведение на суд высших сил отпустите это все чтобы осознать и передумать если она еще раз придет вашу жизнь значит вы пойдете если она не придет больше в вашу жизнь то значит это была не цель не та мечта не тот путь который вы могли себе позволить возможно он действительно сейчас для вас непреодолим можно сейчас рано о нем говорить думать и рассуждать то у нас был второй расклад по 2 оракула полной луны и давайте посмотрим для тех кто выбрал 3 третью колоду 3 путь у нас к мечте пусть мечта горит звездой третий путь к мечте к нашим третий расклад сосредоточьтесь подумайте сейчас что у вас идет если вы выбрали номер три давайте подумаем да посмотрим что идет цель какая у вас о чем вы думаете какая у вас цель цель делает цели отношений цель у вас конечно же может быть связаны с тем что старые пора завершать и в новой двери пора открывать а как старое завершить как завершить дела которую ну незавершаемы и будет ощущение что я что-то не доделали не доделала мне что-то новое надо открыть не открывайте двери на новое пока старое не закроешь как это старое закрыть цель сейчас связана ваш с этим что надо чтобы старая но умерла позволить ему уйти здесь мы начинаем сразу с пускания если во втором раскладе мы говорили о том что там отпускание идет по совету да что не сейчас здесь идет отпускание прошлого пускания старого чтобы она не мешала новому чтобы она не влиял на новом на новое не прошлый опыт чтобы не влиял не прошлые отношения если цель на отношении не старые стратегии которые мы применяем день это дня в своей жизни чтобы они не влияли тогда эти старые стратегии должны уйти в прошлое должны отгореть должны ну вот буквально умереть эти старые стратегии старые мысли это прямо таки скажем обнуление да ну хорошо пусть она уходит я позволяю этому быть и где вы сейчас на пороге открытия и на пороге призыва к своему призванию сейчас происходят именно те вещи вашей жизни вашей вселенной именно те моменты которые вас ведут высшие силы вас ведут всевышний вас ведет ведет чтобы показать а чего вы можете достичь сейчас возможно еще произошел такой момент что вам просто вселенная показала как можно достичь этой цели какой результат получить и как от этого можно ну кайфануть как можно все это сделать приманила показала завела сказал есть такие такие то возможности такие такие то варианты у вас хоть что-то но получилось и теперь вы думаете как теперь вот полностью перейти вот в это новое состояние показали все сказали вот так так вот бери иди и сейчас вы именно там находитесь вы видите просто вот дайте туда надо видеть то вы видите давайте посмотрим на препятствие на пути препятствие на пути это застой привязка к старому привязка к чему-то такому родному дурацкому это вот дурацкая привязка я не выброшу старые драные штаны они сильно удобные но они уже такие драные чтобы начать эту жизнь жить именно так как вы хотите надо выбросить ну метафорически выражаясь старые драные штаны вы хотите стоять в брюках они в старье правильно вы хотите уже в новой жизни будет другом тогда придется поменять этот момент придется отрубать эти привязки не привязываются к ним и не прикипать да но родное да она родное но но так вам прикипела но она лишняя вот бывает же такое да что вот ну дурацкая дурацкая драная майка может быть пора уже с ней проститься чтобы в новую жизнь пойти это кстати говоря еще совет для тех кто хочет действительно в новой жизни оказаться надо иногда производить дома процесс расхламления процессы очищения чистка дома происходит не только на ментальных уровнях но и на физических старые вещи собираем отдаем дранье переводим в тряпки вещи которые не носим отдаем потому что мы освобождаем место для новой жизни для новых вещей для нового а может быть мы просто создаем новое пространство здесь открывается пространство вы здесь открываете пространство параллельных ментальных мирах открывается пространство для вас чтобы не было этих привязок но это утрированно я говорю да вы для своей ситуации каждый по-своему сейчас а метафорически понимает куда двигаться что делать какую цель иметь как реализовывать давайте посмотрим что у нас по преодолению как преодолеть препятствия преодоление препятствия идет через доверие через материальные блага через ценности через поддержку материальными благами что называется обеспечьте себе пожалуйста подушку безопасности заранее шаг за шагом вы будете идти и вам во время этого путешествия нужны будут ресурсы нужны будут финансы а как вы это сделаете если сами о себе тут не позаботитесь да значит надо создавать эту подушку безопасности заначку как угодно называйте но вот сейчас если это дело касается отношений это тоже может быть заначка связано потому что на отношении надо будет тратиться и вкладываться чтобы получить какого-то результата что эмоционально что духовно что даже вот материальном плане куда-нибудь сводить девушку на жену если хотите дальше какого-то развития давайте посмотрим у нас это было преодоление препятствий и давайте посмотрим на мудрость пути какая мудрость пути не отказываться что дает вселенная слишком далеко смотрите слишком много видите много видели и теперь думайте что именно вот такой план для вас вселенная приготовила нет он может быть немножечко отличаться от того что вы видели от того что вы знаете не отказываться вам от того что дает вселенная потому что здесь вы можете отказываться уходить не туда вселенная вам наоборот дает что выбрали и шли она вас направляет а вы отказываетесь убегаете избегаете этого и можете не туда зайти и мудрость вот этого расклада до мудрость пути она говорит о том что вам надо быть внимательным к подсказкам вселенной есть люди рядом есть какая-то информация которую можно считывать это вот все равно что дай мне знак господи да какой-то знак там дается что-то говорится по телевизору что это промелькнуло человек потому что на подсознательном уровне погружен на уровень вибрации этой мечты у него свои вибрации вот они наконец-то с уровнем мечты совпали и он начинает получать информацию извнею вселенной и тут вам нельзя отказываться да надо быть предельно внимательным слушать не отказываться от того что дает того что не сможете понести вы так пройдете мимо а что сможете вынести вы примите примите пройдете с честью и добьетесь цели это был у нас третий расклад 2 черный гримуар не кроме кон хорошая энергетическая колода для тех кто ее выбрал я надеюсь вы услышали меня конечно же пишите обязательно в комментариях какой номер вы выбрали как у вас проигрывается ваша цель ваша мечта буду рада и благодарна вашим подпискам вашим лайкам и конечно же буду благодарна поддержке канала все ссылки есть в описании канала также вас жду и приглашаю на свои личные расклады все ссылки опять же в описании канала желаем вам счастья любви добра и удачи и увидимся с вами на следующих раскладах пока пока